Всем привет, меня зовут Таня, я алкоголик. Да, тема меня, если честно, вчера озадачила, да, от каких или недостатков я не хочу избавляться. Честно, не от каких, да, не хочу. Вот, это работа, и она требует моих усилий, а я не люблю, да, я не люблю трудиться. Так получилось. Ну, давайте я начну немножко, вот прям буквально в нескольких словах, да, о себе. И я трезвая, дата моей трезвости 25 мая 2015 года, то есть вот у меня 5 лет и меньше месяца. Вот, я в анонимные алкоголики пришла не по собственной воле, я не хотела ни быть алкоголиком, ни признавать себя алкоголиком, ни, тем более, что-то с этим делать. Мне, ну вот, не приходило в голову вообще трезвая жизнь, не входило в мои планы. И трезвая жизнь, мое пьянство мешало всем вокруг, да, мне там уже все говорили, в общем, меня уже потом из работы уволили. Вот, но я ничего не хотела с этим делать. Мне, хотя это уже даже и удовольствие-то не доставляло, да, я уже была таким рабом алкоголя, то есть, ну, прям, я утром начинала с того вот это, с поиска, с поиска бутылки, которую я припрятала с вечера, да, если ее не было, то с поиска каких-то грошей, там, копеек, чтобы сходить и найти на опохмелку. И это при всем при том, что я начинала пить, в общем-то, с хороших, как это, он хорошо начал, да, вот я хорошо начала, то есть я закончила школу с полтой медали, я поступила в педагогический институт, я выучила иностранный язык, и так как бы все было бы неплохо, потом там я из Украины, я на Украине родилась, потом я уехала в Москву и там построила неплохую карьеру, я добилась там каких-то и должностей в бизнесе, да, ну и все это, все это, все-все-все-все-все сопровождалось алкоголем, и алкоголь, вот прям бодро шагался в моей жизни всегда. И к 40 годам я уже осталась, я уже была окончена, ну, вот, разве что на помойке, да, я, конечно, не искала, но это, по милости Бога, что меня ниоткуда не выгнали, только с работы, и то мне дали написать заявление об уходе, собственно, ручно, и даже через это у меня не было никакого вообще, ни капли смирения в том, чтобы назвать себя алкоголиком. Я говорила, что это все обстоятельства, это обстоятельства просто вот так сложилось, да, и я была уверена, что я смогу что-то с этим сделать. И вот безумие мое было, было, есть, мое безумие настолько сильное, да, что я готова была, вот я прям практически умерла уже, да, в этих запоях, в этих пьянках своих, но я не готова была сказать, что да, я алкоголик, мне нужна помощь. То есть отсутствие смирения, про которое, да, мы как говорим в шестом-седьмом шаге, да, оно вот было налицо, и я сопротивлялась. Меня принудительно там укладывали в больнице, и я выходила, и на честном, ну, на честном голубом глазу говорила, что я лечила там нервы, да, и какие-то не были наркодиспансеры, и там все время я в неврологических каких-то отделениях лежала. Ну, у меня вдобавку, в общем, там отказали ноги, я перестала ходить, вот, то есть я здоровья было, ну, не то, что отвратить, его не было вовсе, да, и при всем при этом я все равно говорила, что я не алкоголик, моя проблема не алкоголь, она там, они могут быть какие-то другие проблемы, но не алкоголь. Вот, и поэтому я к чему все это, да, говорю, что сопротивление мое было настолько сильным, что ни о каком смирении там вообще речи не могло идти. И вот когда я после вот этих всех моих военных действий по борьбе, по отбиванию от родственников, которые пытались там мне как-то помочь или сказать, что мне нужна помощь, я все-таки, я все-таки допилась до того момента, когда меня увезли уже в больницу, там, в Белой Горячке, и там, ну, какие-то, не знаю, там, говорят, несколько дней, недель, не знаю, я там провела, я не помню этого ничего, и потом я очнулась уже в реабилитационном центре, вот, и там не было никакого намека на то, чтобы усмириться мне. Первое, что я помню, да, внутреннее состояние, внутренней борьбы, это состояние, что я всем вам докажу, как вы так могли, когда, как вы посмели, со мной так нельзя. И да кто вы такие вообще, меня тут насильно куда-то закрывать. То есть это вот еще такой вот кирпичик к тому, что не было мне никакого смирения. И мне там вот эти вот, ну, ребята, которые работают в реабилитационных центрах, они умеют убеждать, да, со мной проводили беседы постоянные, и мне пытались вот на фактах показать, Тань, ты совсем уже, ну, в плохом состоянии, в плохом положении, тебе уже не выбирать, и тебе уже детей забрали, детей увезли, бабушка с дедушкой за границу. И если ты будешь сопротивляться, ты их не увидишь. На что вот не было у меня мысли, да, сдаться, у меня была мысль, я вам всем докажу, я сейчас отсюда выйду, я всех заслужу, я всех постреляю, там, пусть я потом в тюрьму сяду, но детей своих я отобью. В общем, война была по всем фронтам, и самое главное, это война была внутренняя война. И вот поражение, да, не входило в мои планы. И вот парадокс программы первый, да, с которым мне пришлось потом, ну, столкнуться, это вот сдаться, чтобы победить, да, мне нужно было сдаться, чтобы победить. Ой, как это было трудно, это было очень трудно. И вот после того, как там в репцентре, а там, ну, там не подбирали выражение, в репцентре они, ребята, умеют разговаривать, да, и мне там, ну, никто не гладил меня по шерсти, там говорили все в лобешнике, несмотря на то, что он был очень дорогой репцентр, да, вот, не бесплатный. И тем не менее, там, ну, говорили они правду матку, да, про то, кто я, что я и как я. Нет, вообще не было, тишина была на принятие, тишина была на смирении, тишина была на то, чтобы вот услышать эту какую-то весть. Вообще ничего, только война. Да, и я вышла, вот, ну, не сломленная из репцентра, я не знаю, да, вот, правда, сегодня, я знаю, что Бога хорошо видно в зеркало заднего вида, вот, оглядываясь назад, я не понимаю, как я осталась трезвая, вот, честно, потому что я три месяца провела в репцентре в полнейшем сопротивлении, выйдя оттуда, внутреннее сопротивление не было сломлено, я просто понимала, что хорошо, мне нужно играть по вашим правилам, да, что мне нужно сыграть вот эту какую-то там анонимную алкоголика, мне нужно сделать вид, что я вот как бы смирилась, и тогда, ну, как-то мне удастся там вернуть свои какие-то былые позиции, да, там, и вернуться к былому прежнему образу жизни. Ну, мне там прежде всего нужно было, чтобы мне вернули детей, да, потому что она говорила, что бабушка и дедушка их просто увезли, чтобы они не видели того кошмара, в котором мы жили, да. Я, с позволения своего мужа скажу, да, мы пили с ним вместе, да, и выздоравливаем сейчас тоже вместе, он тоже трезвый. И вот это вот было первое такое предательство, предательство, да, с его стороны, когда я вышла из репцентра и увидела, что он ходит на группу. Но нас связи не было, мы три месяца вообще с ним нет. Ну, один раз там случайно он пробился ко мне, там подсунул мне какую-то записку, что я там, типа, скоро оттуда вытащу, типа, заткнись и держись, да, скоро помощь придет. И я же так думаю, что он меня вытащит, и мы продолжим дальше все нормально жить. Я уже как такой, как там, протрезвела. Вот, и можно опять начинать пить силы, окрепнув вот сейчас еще в репцентре, и потом можно по-тихому. А у нас еще на руках на тот момент уже было, вот он приехал, когда ко мне в репцентр, приехал с разрешением на то, что нам подтвердили разрешение на выезд на ПМЖ в Чешскую республику. А, да, скажу так, несколько лет до этого, вот пока в Бухале, мы пытались получить это разрешение, чтобы уехать в Чехию пить пиво, да, мы очень любили этот напиток. Вот, и нам его не давали. Вот Бог закрывал нам выезд за границу, и вот когда я уже оказалась в репцентре, пришло это разрешение. И я думала, да, а нахрена мне трезвость? Нахрена, вернее, мне ваша Чехия, если я там буду трезвая? То есть, ну, вообще безумие какое-то в Чехии, там люди пиво пьют. А вот, и тут он приезжает, да, говорит, нам дали документы на Чехию. Спасибо, говорю, уже не нас. Ну, в общем, я к тому, что, да, я была в состоянии жуткой войны, и выйдя из репцентра, эта война внутренне не прожила. И я пришла на группу, да, и вот это вот предательство, которое, я говорю, в виде того, что муж стал ходить на собрание анонимных алкоголиков, для меня не доходило. Я говорю, ну, как он мог вообще, ну, как, как так можно было своими ногами? Ну, меня там, ладно, силой закрыли, да, а этот сам ходит. Вот, и я стала смотреть, думаю, что будет происходить. И, ну, вот, поскольку он таскался на собрание каждый день, да, мне ничего не оставалось, как вот ходить. Ходить, это громко сказано, ходить я своими ногами еле-еле их переставляла. Он меня возил, да, на этих вот до собрания и обратно, да, там вот пять ступенчик, я помню, на группу подняться и спуститься, чтобы покурить. Вот эти пять ступенек, они казались такими-то этими препятствием таким. А вот, ну, в плохом состоянии я очень была. И на группу я стала ходить, а желания выздоравливать у меня не было. И смирения никакого не было. Я помню, вот это я, Таня, я алкоголь, вообще из меня не выдавливалась. Ну, никак не выдавливалась. Я то опаздывала специально на собрание, только чтобы мне не представляться, чтобы мне эту фразу не произносить. Вот, и не искала я этой трезвости. И я потом стала вязать на группах, да, мне однажды там подошла женщина и сказала, Таня, ты зачем, ну, типа, на группе вяжешь, ты же закрываешься от Бога. Ах так, у меня такой был бунт, я вообще, я думала, что все, я теперь сюда вообще больше не приду. Эти конченые алкаши еще и вязать мне там запрещают. Какое ваше дело, что я на группе делаю? Ну, в общем, короче говоря, вот так я к тому, в каком я пришла состоянии. Насколько великий Бог, насколько ему не важно мое желание выздоравливать или нет. Я хочу выздоравливать или нет. Вот это было чудом, конечно, для меня. И по сей день является чудом, что в мой случае, вот как бы он является таким, не знаю, уникальным, что ли, в том плане, что я не хотела трезвости. И вот на сегодня я пять лет трезва и благодарна. Это прям правда чудо. Вот. И, собственно говоря, я стала ходить на группы, и мне стало хуже с каждым днем. Если еще какие-то первые дни я там была более-менее, да. Ну, я просто ходила, я понимала, что после собрания, да, действительно, мне становилось легче. Ну, такая групповая терапия, это, в принципе, можно объяснить, там любой психолог скажет, мы в группе, да, в группе себе подобных, там заряд оптимизма, энергии. И вот, в общем-то, да, после группы мне легчало. Я ходила на группу каждый день. Вот. А может, прям бегал радостный, тот с крылышками носился, ему так нравилось. Ну, или врал, может быть, чтобы меня подзадорить, тоже не знаю, может быть, и врал. Вот, но не хотела я делать программу, и не слышала я о том, что нужны какие-то шаги. У меня какие-то там репцентровские навыки были, и этого мне было, типа, достаточно. И я пришла к тому моменту в трезвости, когда мне стало невыносимо. Мне стало невыносимо больно, плохо, страшно, пусто. И я не понимала, как жить дальше. Вот прям, правда, не понимала. Это было после репцентра несколько месяцев. Прошло ежедневное хождение на группу, и я пришла к тому моменту, когда стало совсем при новой. Я очень благодарна сегодня Богу за этот опыт, потому что я знаю теперь, что такое сухая трезвость. Я знаю, что такое трезвость без шагов. Мне очень хорошо известно это состояние, я его помню. Я никому не пожелаю и никому не рекомендую проверять, но тем не менее, если кто-то и спонсируемый хочет такой опыт, я их не останавливаю, потому что вот я бы не поверила на слово, да, что называется. Мне бы чужого рассказа, мне было недостаточно, мне нужно было прочувствовать вот всю ту боль, да, сухого алкоголика, что испытывает сухой алкоголик без Бога. Я ее прочувствовала на себе, это был ад, вот внутренний ад. И знаете, наверное, вот это привело меня к тому первому шагу к смирению, да, о том, чтобы попросить о помощи. Я когда вот нашла себя, да, там валяющейся в ванной на полу, рыдающий в голос, да, и я даже не знала, есть кто-то дома или нет, но мне было настолько плохо, что я притащилась на группу, и я поняла, что либо я начну что-то делать, либо я обращусь за помощью, либо я просто, ну, просто бухать пойду или вздернусь, я не знаю, что, но так дальше продолжаться не могло. И вот оттуда я оттолкнулась, то есть моим дном даже было, вот говорю, не белая горячка, не риф-центр, моим дном это не стало. Вот моим дном вот эмоциональным стало то, когда я прочувствовала на себе вот все прелести сухого алкоголизма. И тогда я обратилась за помощью там, ну, я обратилась к одному спонсору, ну, в общем, у нас не очень хорошо получилось, и потом я однажды сидела после собрания, и я расплакалась, я не понимала, что мне делать, и ко мне подошла женщина, она спросила, Танька, что ты ревешь? Ты же давно ходишь, что рыдаешь-то? Я говорю, ну, мне плохо, вот прям плохо, и все. А она говорит, а что ты, что в программе не делаешь? Я говорю, я программу вообще не делаю. Она, ах, так, ну, садись, вот тебе большая книга, останься после группы, и мы стали с ней читать большую книгу, и вот началось чудо, да. Так заработала для меня программа, и когда мы с ней пришли к четвертому шагу, вот мне опять же, да, ну, меня даже не третий шаг впечатлил, вот там вот прям, многие рассказывают такое духовное пробуждение, да, этого третьего шага. Возможно, нет, меня вот, меня, наверное, больше всего все-таки впечатлил четвертый шаг, когда я начала его писать, и когда я увидела, прям увидела, у меня была развернута четверка такая, она вот четвертый, шестым, седьмым, я бы сказала, он был вместе, потому что я не только писала, вот, как в большой книге, да, там, на кого я обижена, и так далее, да, я писала потом дальше, этот, какие, сразу же писала, мои недостатки, да, этот, какие сработали в данной ситуации, вот, и я, я прям писала, и я увидела, я увидела, знаете, вот эту схему, я, потому что я, да, у меня она так называется, вот в моей голове, мне еще перед тем, как писать четвертый шаг, спонсор дала читать вот эти два абзаца из большой книги, да, про себелюбие, эгоцентризм, в этом мы полагаем корень всех наших проблем, да, гонимые разными формами страха, самообмана и так далее, мы расталкиваем локтями окружающие, они платят нам той же монеты. И она мне сказала, читайте это утром и вечером, там, в течение двух недель, ну, и вот я читала это как сказку, как, как, ну, как, как книжку про кого-то, да, вот эти вот такие два интересных абзатика, и они мне не ложились, что это про меня, а потом в какой-то момент, бац, это перевернулось, и эти два абзаца стали, стали моими, и я увидела, я увидела свое поведение, вот еще до того, как я начала писать четвертый шаг, я увидела вот это вот, сколько во мне было этого, ну, себя любия, да, о том, что я расталкиваю окружающих, и они платят нам той же монеты, я стала, какие-то картинки стали ко мне приходить, как вот в детстве я там, пользуюсь тем, что я младше, да, как я пользовала свою старшую сестру, ну, как пользовала, я по-хорошему, она же меня любит, да, и я там, ну, я уже всегда на всех спикерках, почему-то мне эта картинка пришла, когда я маленькая, вот мама нам делит поровну там эти конфеты, держи, Танечка, тебе четыре штучки, Леночка, тебе четыре штучки, Танечка, там, за 10 минут слопала свои четыре конфетки, а Леночка свои разделила, чтобы кушать по одному, там, один день одна конфетка, и дальше Таня, что делает, у нее конфеты закончились, естественно, она говорит сестре и говорит, ну, ты же меня любишь, поделись со мной, и вот эта вот позиция, ты же меня любишь, дай мне, она со мной поехала на всю жизнь, да, то есть я ее использовала везде, только для того, что там, когда я уже устроилась на работу, меня там взял туда в Москву, пригласил мой брат троюродный, там, ну, в общем, дальняя родня, но тем не менее, он действительно меня очень любил, и он меня устроил на работу, он там мне дал хорошую должность, там, квартира, машина, я все там, ну, помог это все купить, и я такая была там крутая бизнес-леди, да, вот, он мне все это, и везде, и я знала, что он меня любит, и вот эта вот позиция, говорит, ну, ты же меня любишь, сделай для меня что-то, и мне никогда не было позиции, я тебя люблю, поэтому давай я тебе что-то сделаю, нет, вот все время была вот эта позиция, дайте мне, вы мне должны, и когда четвертый шаг этот вот написала, я увидела, да, там, вот это черным по белому все это было написано, мне стало не по себе, да, мягко говоря, и мне стало, ну, так, вот так противно, да, я посидела, думаю, блин, кто эта женщина, про которую я только что рассказывала, я вот рассказывала это все спонсору, и мне вот было, мне не покидало ощущение, что я говорю не о себе, я говорю о какой-то другой тетке, которая какая-то ужасная, да, ужасная, страшная эгоистка, да, и вот я увидела, вот как это, к врачу, когда приходишь, и он там делает осмотр, да, там, что болит, на что жалуетесь, что у вас, что-то, это, что-то, и вот, и потом поставили диагноз, да, и вот у меня вот то же самое было, вот этот диагноз, да, эгоистичное, зацикленное на себе особо, и я такая думаю, боже мой, неужели это все про меня, и я так, это, к концу того, как, ну, разговор со спонсором, да, вот про этот четвертый шаг, о том все это, я уже видела себя вот вообще полно, ну, да, я уже даже, когда, ну, когда писала, я видела, да, я видела все себя, вот, но потом же нужно было это рассказывать, и мы, когда после разговора со спонсором, она говорит, Таник, ты хочешь от этого всего избавиться? Я сказала, я хочу, я хочу избавиться от всего этого, я не хочу быть тем человеком, про которого так что рассказывают. И она мне сказала, иди напиши, выпиши из своей четверки все недостатки, которые встретились на твоем пути. Все недостатки. Я их написала списком. И дальше я готова была. Она говорит, готова от них справляться. Я сказала, да, я хочу от этого избавиться любой ценой, во что бы то ни стало. И тут опять же сработал очередной мой недостаток, знаете, такой вот максимализм и гордыня, да, на том, что, конечно, я должна от этого избавиться, чтобы стать лучше всех. Это вот тоже про недостатки мои, да. И тем не менее, я написала эти недостатки. И я говорю спонсору, я тогда помню, я готова молиться с утра до вечера, вот прям хочешь по списку молиться, чтобы Бог избавил. Я готова вот прям лоб расшибить, просить, чтобы он меня избавил от этой жадности, от сплетничества, от сквернословия, я не знаю, от угодничества. Да много-много, там целый список этих всех недостатков был. Я сказала, Господи, избавь, прошу тебя. Но я же как хочу, да, я же алкаш, я же это, не ищите в жизни легких путей, вернее, я наоборот, я ищу все время легких путей. Я как хочу. Я уже понимаю, что Бог у меня тягу забрал, да, то есть если я попрошу, он заберет это. То есть я вот, я попросила, я каждое утро встаю и говорю, Господи, оставь меня трезвость сегодня, даруй мне трезвости на один день, да. Давай, Господи, точно так же по рукам ударим. Я тебя буду просить, избавь меня от этих недостатков, а ты меня избавишь, да. Вот так, вот так хочет Таня, так это видит Таня, да. Вот. Но не тут-то было. Обмолиться, конечно, можно, да, но вера бездействия не два, и шестой семи шаг говорят мне о том, что все больше нам требуется действия, да. И там не зря стоит вот эта вот глава, которая называется «Заработка», да, халява закончилась, дальше идем работать. Мы написали, вот это все увидели, а дальше пойдем работать с этим. И как же, собственно говоря, мне с этим работать, а что происходит тут про это, про это самое, ну, избавление от недостатков. Единственное, самое вот первое и важное, что я увидела, да, что у меня есть, ну, есть определенный набор инструментов, которые я использую, да, вот знаете, как в этой главе про актера, да, как он. Я могу быть, там, у меня, он может быть щедрым, скромным, самоотверженным, да, а может быть низким, эгоистичным, бесчестным, себя любивым. Вот это я, да. У меня есть два набора инструментов. Я могу быть щедрой, скромной, самоотверженной. Могу, да, я это увидела, а могу быть низкоэгоистичной, бесчестной, сублюбивой. И вот эти вот два набора я в зависимости от ситуации использую с одной единственной целью, чтобы было по-моему, да, чтобы вот пусть наступит так, как я хочу. И вот эта схема, да, она абсолютно нерабочая, она приводит меня всегда к разочарованию. И что же мне с этим делать, да, я прихожу в шестой шаг, уже со спонсором обсудив, увидев недостатки эти, да, и мне спонсор говорит, Тань, мы будем просить об избавлении, ну, в каждом конкретном случае, в каждом конкретном действии просить Бога даровать сил и поступить по-новому. И напротив каждого недостатка я там написала, да, какое-то качество другое, которое я хотела бы, чтобы Бог подарил мне или дал бы мне возможность вот это качество приобрести, да, замену тех недостатков, которые мне не нравятся. И так получилось, да, что я в шестом шаге, ну, я не помню, это получилось лето, что ли, да, это было лето, и получилась остановка, спонсор куда-то уехала, и осталась вот этот шестой-седьмой шаг, она мне сказала, Тань, этот, читай новые очки про очаг Че, да, читай. Там еще я из языка сердца читала статьи, там я перечитала все лучшие статьи Билла, вот это все про честность и про тот самый страх и про смирение на сегодня. Все это перечитывала, да, и я пыталась понять, о чем же это. И тогда мне спонсор сказала, Тань, вот эти несправедливо забытые шестые-седьмые шаги, они настолько важны в программе. И вот как ты сделаешь их, вернее, как ты уловишь суть, о чем это, да, будет зависеть от того, будет у тебя насыщенная полная, полноценная такая счастливая трезвость, или ты так и будешь вот это вот клевать носом в свои недостатки и будешь вот это констатировать факты, что вот ну да, ну да, ну да, вот такой я человек. Знаете, я вот это вот когда слышу на группе, очень часто, ну я просто такой человек, и мне так жалко становится, да, потому что, ну какой человек, да, все мы люди, да, все мы не будет греха, у нас у каждого есть какие-то качества, характера, каких-то больше, каких-то меньше, да. Но я считаю, что останавливаться, ну, на вот такой я человек, это такое сродни самооправдание, да. И это очень, ну, это достаточно просто сказать, я такой человек, и дальше хавайте меня вот таким, вот такой, какая я есть. Ну, большая книга мне говорит, да, если алкоголик не познает смирение, то его трезвость, если будет какая-то, будет непрочность. И вот что такое смирение, я очень долго, да, меня спонсор тоже отправлял там словарей посмотреть, что означают эти слова, и не очень понимала, да, мне казалось, что смирение там вот это вот про то, что там ударят по левой щеке, подставят правую, про унижение какое-то такое, ну, то есть я совершенно не понимала, да, о чем это. А потом я посмотрела в словаре, и вот одно из значений этого слова у меня, то, что мне понравилось, это вот принятие с миром. И вот этот седьмой, шестой, седьмой шаг, да, сначала шестой шаг я увидела, я увидела о том, что вот эти недостатки, это как раз то единственное, в большом количестве, у меня их много, да, это то, что стоит между мной и Богом. Это то, что включается моментально, и то, перед чем я бессильна, точно так же, как перед алкоголем. И вот для меня как-то это легло, да, я шестой шаг, я увидела, он первый по недостаткам, то есть вот как бы это, мне нужно снова принять первый шаг. Мне долго, мне долго, мне трудно далось признать, что я бессильна перед алкоголем, что мне нужна помощь. Вот то же самое мне предстояло сделать в шестом шаге, после того, как я увидела, какие у меня проблемы, и что мне алкоголь был повинен, да, что между мной и Богом, собственно говоря, мне, ну, пьюер для запаха, а дури своей хватает, да. Так вот, между мной, ну, собственно говоря, моя жизнь невыносима не из-за алкоголя, моя жизнь невыносима из-за моих недостатков, которые вот просто вот толпой стоят между мной и Богом. И мне пришлось спросить Бога, Господи, даруй мне, вот, измени меня, да, я увидела, что трезвость у меня есть, да, четвертый шаг я сделала, в пятом получила облегчение, а дальше, а счастье не наступает. А недостатки все со мной, а они же, я же как была своевольной, так и осталась, я же как хотела переделать весь мир, так и хочу, я же как сидела, да, тыкала пальчиком во всех, вот я пришла в программу, да, я тыкала пальчиком во всех, вот он не прав, он не прав, она не права. Я из-за него, из-за нее, из-за вас, из-за всех, да, я ни при чем. Ну вот я написала, вроде бы как увидела, да, а дальше-то что? А схема поведения-то те же самые. И вот тут мне пришлось в каждом конкретном случае, да, обращаться за помощью к Богу и просить его избавления каждого конкретного недостатка в данный момент времени. Слушайте, это было удобно, да. У нас говорится в литературе, да, что каждый раз боль была ценой, которую мы платили за вход в новую жизнь. И вот это была боль, честно скажу, да, у меня шестой седлой шаг, они прям с болью шли, потому что мне не нравилось, что происходит. Мне не нравилось, как ведут себя мои дети, да. И мне, знаете, мне хотелось вот так вот пойти со всеми, а давай ты больше так не будешь делать, и ты так, пожалуйста, больше не делай, мне больно, и ты так не говори, и ты так. И всех-всех-всех ходить и просить, вы, пожалуйста, ведите себя по-другому, потому что мне больно. Но мне говорят, Таня, так не работает. Люди такие, какие они есть, они будут вести себя так, как они считают нужным. И если ты хочешь что-то с этим сделать, то придется измениться тебе, да. У нас говорится здесь тоже, да, что этот корень всех моих проблем в моем себе любви. И когда мне спонсор сказал, Таня, это самая хорошая помощь, ой, самая хорошая новость в программе, да, что корень моих бед находится внутри меня. Потому что если корень моих бед находится внутри вас, то все, бери лопатуру и могилу, да, как говорит одна знакомая. Ничего не сделаешь. Ну прям вообще ничего, потому что если вы являетесь корнем моих бед, то я обречена. А вот если корень моих бед лежит внутри меня, он находится внутри, и мне даже говорят, в чем он заключается, в моем себелюбии, эгоцентризме, да, и этот, ну и так далее. То тогда у меня есть шанс. Я говорю, Господи, измени меня, пожалуйста. Боже, пожалуйста, даруй мне возможность вот прямо сейчас. У нас есть там молитва, да, мы просим Бога освободить нас от страха и обрести желание освободиться от. И дальше поехали. От чего мне нужно освобождаться? От того, что приносит мне боль. Вот это вот про то, что тема сегодняшней спикерской, да, от чего я хочу избавляться, от чего не хочу. Я не хочу ни от чего. Вот вообще ничего. Мне милы мои недостатки, да, и я, знаете же, у меня Бог не будет избавлять от того, от чего я кайфую. Как у нас говорится, да, до тех алкоголиков, которые страдают. Вот и стоит ли идти с 12-м шагом к тому алкоголику, который кайфует. Вот он бухает и кайфует, и я приду к нему, слушай, давай пойдем к нам, наверное, на нем алкоголик. Он скажет, да, иди ты лесом, да, мне нормально, я пью, мне по кайфу. А вот когда я иду к тому, кто страдает, говорю, слушай, блин, пойдем со мной, там тебя избавят от этих страданий. Вот тот пойдет, да, ну, возможно, скорее, с большей вероятностью пойдет. Так вот, с моими недостатками та же самая история. Пока я кайфую от своего недостатка, мне никто от него избавлять не станет. Бог не пойдет туда. Бог заходит в смиренное сердце. Мне нужно... И только тогда, когда этот недостаток начинает мне мешать до такой степени, что я, опускаясь на колени, говорю, Господи, избавь. Тогда заходит Бог и избавляет. Ну, он избавляет меня на тот момент времени, когда я прошу, дает мне сил, да, поступить по-новому. Когда я слышу, да, о том, что кто-то говорит, я избавился от вранья, я избавился от лживости, я избавился, там, от сквернословия, я избавился еще, Бог знает от чего, и далее по списку. Я прямо говорю, слушайте, мне, сказала бы, эта запись идет, не свистите, да, не врите. Никто, ну, невозможно избавиться ни от чего, ни от чего я не избавлюсь, мне нигде не сказано, что Бог избавит меня от всех моих недостатков. Нет, мне дарована возможность поступать по-другому, мне дарована силы просить Бога, вернее, ну да, мне дарована возможность попросить Бога сил и поступить по-другому. Вот у меня там, я не знаю, там, подходит ребенок и говорит, мам, пойдем со мной в кино, а мне неохота, да, ну, прям вообще неохота. И мне вот первое, да, что у меня, ты знаешь, Лерочка сейчас занята, да, мне вот сейчас вот позвонят, и мне тут важное дело. Ну, соврать, да, у меня первое отмазаться и в важности нагнать и сказать, ну, ты знаешь, вот прям не могу сейчас, прости, ребенок, давай в другой раз. Это автоматом у меня, вот прям уже на языке, да, и что мне нужно сделать, вот шестой, седьмой шаг, мне нужно увидеть это, сказать, стоп, пауза, обратиться к Богу, сказать, Господи, избавь меня, пожалуйста, от вранья вот этого, даруй мне сил сказать ребенку правду. И все, и я поворачиваюсь, и дальше поступаю, какой, Господи, какой ты хочешь видеть меня, да, честно, открытый, откровенный. Говорю, слушай, ребенок, честно тебе сказать, да, так мне неохота идти в кино, ну, вот прям, если ты настаиваешь, ну, ладно, хорошо, давай пойдем через полчасика, да, вот сейчас полчасика я там что-то хотела сделать и так далее. Вот мне, и вот я избавлена, вот на этот момент времени я избавлена от вранья, я сказала ребенку правду, я сказала, что мне неохота, ну, давай пойдем. Вот так вот избавляет меня Бог от этих недостатков. А что, это меня избавит на всю жизнь от вранья? Нет, я, возможно, через полчаса опять начну врать безбожно. Вот и все, поэтому ничего я не избавлюсь, у меня просто появится возможность выбора, вернее, появилась уже возможность выбора. И вот касательно седьмого шага, да, смиренно просили его исправить наши изъяны, вот это слово смиренно, с миром, да, я опускаясь на колени, говорю, Господи, избавь меня от этого, от этого и от этого. Только в том случае, когда я уже устала, устала, и мне этот недостаток просто вот, ну, поперек, потому что вот 12 на 12, да, кстати, я, ну, и со мной спонсор читала 6-7 шаг по 12 на 12, я, кстати, делаю то же самое со своими спонсорами, мы читаем. Там мне очень нравится, как там это описано, мне, ну, понятно, ну, как сказать, доступный, но немножко слазоватый язык, да, все-таки убила, но, тем не менее, там очень хорошо написано о том, как мы, как эти недостатки, мы смиренно просим исправить наши изъяны, и там написано, что Бог предлагает нам делать это по своему собственному усмотрению. Даже больше, да, мне спонсор показал вот это место в 12 на 12, да, Бог просит только, чтобы мы делали это, и чтобы мы совершенствовали свой характер и не прекращали этот Бог. И мне спонсор сказал, Таня, ты знаешь, я там до сколько-то там лет трезвая, больше 20 она на тот момент была, она говорит, ты нигде не видела в нашей литературе больше места, где было написано, что Бог просит нас. Везде написано, мы просим Бога, мы просим избавить нас, мы просим даровать, мы, мы, мы просим Бога. А тут в 12 на 12 написано, Бог просит нас, чтобы мы старались изо всех сил совершенствовать свой характер. Знаете, меня это проняло, если честно, да, я тогда, тогда на таком этом, может, это позвучало как-то пафосно, но я почувствовала вот это, как Бог просит меня. Танечка, давай ты постараешься, ну, будь лучшей версией самой себя, не надо даже тебе сравниваться ни с кем, да, будь просто лучше, чем, ну, вот, вот сегодня, я прошу Бога, Господи, помоги мне быть сегодня лучше себя вчерашней, да, я не сравниваю себя, у меня есть желание посравнивать, да, а вот тот хуже, а вот тот лучше. Но я стараюсь только с собой себя сравнивать и осмотреть вот этот самый прогресс на то, ну, только в, ну, в соотношении по сравнению с самой собой. Вот, и все-таки, что еще я хотела бы сказать, да, и вот этот смиренно просили его исправить наши изъяны. Я когда дошла до, вот, до значения слова с миром, да, смиренно, с миром в душе, я подумала, где же вы взять этот мир, у меня нету, да, вернее, он такой вот, он как полнообразный, иногда бывает находит, а иногда прям нету его, иногда тревога у меня это, да, и смирение. И когда я первый раз испытала этот душевный покой, знаете, вот мне прям, я стала гоняться за этим чувством, как алкоголик гоняется за бутылкой, так я стала гоняться за смирением и душевным покоем, потому как мне понравилось это чувство. И я знаю сегодня точно совершенно, да, что у меня пропадает смирение вместе с благодарностью. Вот они у меня за ручку ходят, да, если у меня есть много благодарности, благодарности сообщественной благодарности за трезвый, благодарности, не знаю, маме за то, что она меня родила, да что угодно. Как только у меня исчезает благодарность, у меня исчезает смирение. И наоборот, если я не могу смириться в какой-то ситуации, я начинаю благодарить. Я начинаю благодарить Бога, и я говорю даже, даже если мне кажется, что она чудовищная эта ситуация, даже если мне кажется, что она ужасная, я все равно говорю, Господи, я не знаю пока для чего ты мне дал эту ситуацию, но я благодарю тебя за нее. Я знаю, что я выйду отсюда с новым опытом. Пожалуйста, Господи, помоги мне не сопротивляться, помоги мне принять эту ситуацию и не оценивать ее как плохую, да. И вот это, и приходит смирение. Я благодарю тебя, Господи, за тот урок, который ты собираешься мне дать. Я не знаю еще, что я вынесу отсюда. Слушайте, я смирение очень люблю. Я вот, правда, я шестой-седьмой шаги, я их обожаю, потому как, потому как, когда пришло вот это вот первое, вот это вот ощущение смирения, я смирилась, во-первых, с тем, что я алкоголик, знаете, не сразу, ну я говорю, вот оно где-то к седьмому шагу, наверное, пришло. И я даже помню, тогда я первый раз сказала спонсору, ты знаешь, говорю, я, наверное, благодарна Богу за то, что я алкоголик, я такие сейчас новые чувства испытываю, я бы никогда в жизни не стала бы разбираться с собой, если бы не мы алкоголизм. Она мне сказала, говорит, Таня, вряд ли ты благодарна именно за то, что ты алкоголик, наверное, ты все-таки, наверное, все-таки благодарна за то, что ты узнала Бога. Вот, а алкоголизм тут, собственно, не причем. Да, сегодня я знаю, я сегодня говорю, что, Боже, спасибо тебе за тот путь, который мне пришлось пройти, вот, чтобы, чтобы познать вот это все. Я еще что-то хотела сказать. Вот так вот, а, я хотела вернуться к тому, все-таки, каких недостатков я хочу избавляться, каких не хочу. Спасибо, да. Вот, сегодня я прошу Бога избавить меня от тех недостатков, которые доставляют мне максимальный дискомфорт, да. Ну, например, бывает такое, у меня есть такой недостаток, я сую нос, нос, чужие дела. Мне надо знать все. Знаете, я вот это, это, наверное, ну, не подсочтите за оправдание, да, но это вот и ВДАшные стучки, я взрослый ребенок алкоголиков, да, у меня папа был алкоголик, и я с детства вот эта привычка подслушивать, да, контролировать взрослую жизнь, контролировать того, что, ну, вот все контролировать, что происходит вокруг меня. Ну, это, наверное, потребность такой детской безопасности, да, было понятно. Мне хотелось безопасности, и я никак по-другому, кроме как контролировать, что сказала мама, они поругались ли они с папой, а если они поругались, отрезвый ли папа. И вот этот контроль, тотальный контроль, да, он у меня, я увидела его в четвертом шаге, у меня прям везде было написано, я контроль, я контроль. И я как избавлялась от этого контроля, я ходила, у меня песенка вот эта вот на устах была, я контроль. То есть там, я не знаю, муж разговаривает с кем-то по телефону, по-хорошему, мне пофиг, да, с кем, да, но я не знаю, почему, это сильнее меня происходит. А ты с кем говоришь? А что он тебе сказал? А папа, а зачем? А что? И вот эта куча вопросов, я потом села такая, думаю, а зачем я это спрашиваю? Мне же неинтересно по-хорошему. Я боюсь, я боюсь, что там что-то происходит, и мне нужно это проконтролировать. И я стала говорить, господи, я контроль, я не могу больше это контролировать, и самое главное, что мне плохо от этого контроля. Я постоянно в тревогу, вот это от контроля, у меня постоянно внутреннее ощущение тревожности такой, что я что-то не проконтролирую, а что там у ребенка в школе, а позвонил ли учитель, а еще что-то, и я стала просить, я стала умолять, господи, забери мне этот контроль. Как только я вот этот нос свой в чужие дела начинала засовывать, я сразу говорила, все, стоп, господи, избавь, избавь меня от контроля, пожалуйста, если мужу будет важно и нужно что-то мне сказать, что у него происходит, он придет и расскажет. Не надо каждый раз у него спрашивать, а ты куда, а ты зачем, а где ты, а что ты. Это настолько автоматически происходило, что я этого не видел. Бог показал, да, и я стала просить его. Что, я избавилась от контроля? Нет, периодически, когда я теряю Бога, и мне становится страшно, я опять начинаю контролировать всех вокруг. Но я теперь уже точно знаю, да, что вот я, стоп, стоп, Таня, что ты там контролируешь? Там Бог, он позаботится, не твое дело, я, господи, избавь, да. И то, вот, это что касается контроля. И я еще помню, знаете, у нас есть этот, мы были слишком чувствительны, да, вот эта чувствительность, которая, как оказывается, да, является недостатком, а я все время гордилась, я такая чувствительная, да, чуть где что, у меня сразу слеза, головки на мокром месте, да, и так далее. И вот эта чувствительность по поводу того, что кто бы кому бы, что бы не сказал, я все время чувствую, что это меня касается, да. Там у мужа плохое настроение, я чувствительна к его тону, он там с кем-то разговаривает по телефону, я чувствительна была. Ну, в общем, бред полный, да, и вот эта чувствительность, она так мешает, это просто невероятно, да. И я тоже стала говорить, господи, избавьте меня, да. Чуть-чуть там у мужа раздражительный тон, я сразу вся вздрагиваю, такая чувствительная, это из-за меня, или это как-то на меня повлияет. Вот эта чувствительность. Сегодня я прям, ну, уже нет, меня уже так нацепляет сегодня, меня, я даже порой не знаю, что он мне, он говорит, тебе что, совсем не интересно, где я, что? Я говорю, нет, не интересно, ну, ты мне расскажешь, но я тебя больше не контролирую, да, сегодня ты свободен. Опять же говорю, я не знаю, возможно, это когда-то снова вернется, вот этот контроль своих близких. А вот, и вот это сование нос в чужие дела, да, захожу на группу, например, там сидят наши анонимные алкогольки, что-то обсуждают. Но ведь если важно будет мое мнение, они же повернутся мне и спросят, спросят, Таня, как ты считаешь, да? А я нет, я все время захожу, говорю, а что вы тут делаете, а что ты сказал, а это, вот и все. У меня спонсора, я помню, в самом начале выздоровления, тоже она мне сказала, Танечка, давай ты будешь высказывать свое мнение после того, как тебе спросят у тебя, Таня, как ты считаешь? Вот тогда ты скажешь свое мнение, да. А вот, ну, пока не спросили, не говори. Слушайте, ну, как оказалось, вообще никому нахрен неинтересно мое мнение, да, это было таким для меня тоже большим откровением, что оказывается, все очень хорошо обходятся без меня, я не такая важная персона, это внутри себя я такая раздутая, огромная и всем-всем-всем необходимая в таком, в моем представлении. Мне вспомнилось, что Таня, давай сдуваться, давай уменьшаться в размерах и давай это, и я стала уменьшаться, стала смотреть, что действительно, ну, блин, они без меня справляются, и мои дети, и мой муж, они хорошо, как бы, это, ну, они хорошо справляются со своей жизнью и без меня. Мне единственное, что остается, это просто любить их, а я же не любила, я же душила своим контролем, своими советами, своими высказываниями, как вот мне тоже нравится очень, да, господи, духовное взросление, нет, взросление, да, происходит от осознания, не помню уже точно, да, от того, как мало вещей в этом мире, но остается в моих комментариях. Для меня это было просто такое откровение, я же комментировала все, мое мнение, это вот прям должно быть последнее, истинно первое, последнее станции, я все время свое мнение высказываю. Пока мне, вот опять же, спонсор не сказал, Таня, заткнись, ну, вот тебя никто не спрашивает, заткнись, мне уже потом, ну, я смотрела, что все дети уже там мои, да, там, глазки закатывают, и никто уже не хочет слушать, а я все равно скажу, нет, ты послушай, мать плохого не посоветуй. И когда мне спонсор сказал, Таня, заткнись, вообще на самых первых порах, да, до прихода всякого смирения, вообще даже первых намеков на смирение, чтобы прекратить вот дома воинствующие эти, мероприятие, да, мне спонсор выдала пластырь на рот, она сказала, залепи себе рот, и, пожалуйста, не снимай его. Я говорю, а когда можно будет снять, она говорит, ты поймешь, когда к тебе обратятся, да, ты отклеиваешь пластырь, отвечаешь и заклеиваешь. Ну, так вот, никто не обращался, да, все справлялись без меня, и это было тоже таким хорошим упражнением на смирение, и на построение реальности вообще, а, блин, елки-палки, правда, люди справляются, люди могут жить без меня, оказывается, я не такая важная шишка, как я о себе думала. И это тоже было таким, знаете, шагом к смирению. Сегодня я радуюсь, когда, ну, мои близкие могут без меня, но при этом они искренне радуются, когда я там появляюсь, да, ой, мама пришла, и они соскучились, а то же они не успевали соскучиться, потому что меня было так много, я была везде, вот. Что еще я хотела бы сказать? Ну, да, на группе тоже, на группе очень мне шестой, шестой, седьмой шаги, да, вот эти вот, опять же, я что хочу сказать, да, про эти шестой, седьмой шаг, это те шаги, которые невозможно закончить, о них можно, о них как бы не так много сказано в большой книге, да, но от нее о них хорошо сказано в 12 на 12, и говорить о них можно вечно, потому что недостатки мои никогда не закончатся. Я не верю, да, что наступит день, когда Таня, записывая свой вечерний 11-й шаг, отвечая на те 12 вопросов, да, там, была ли я сегодня злобная, это самое, что там хотя бы в течение недели я напишу, что нет, не была, нет, нет, а нет, нет, ну, вот прям почему-то мне слабо верится в это, потому что я просто человек, я живой человек, и мои недостатки, они со мной. Я еще не видела ни одного человека на планете Земля, который был бы без недостатков, и которого Бог избавил бы от всех-всех-всех недостатков. Но нет, на самом деле, сегодня я просто убеждена в том, что нет такого недостатка, который Бог не смог бы использовать, ну, вот, в этот, не смог бы сделать из него что-то хорошее, да, Бог уравновешивает, Бог пользуется. Я, кстати, даже вот эти недостатки, они больше, как, знаете, ну, нет прям вот такого, что конкретно, это прям такой вот недостаток. Я говорю качество характера, у всех они разные, у нас вот такой вот, и Бог их использует, ну, например, там, я не знаю, муж мой, он очень активный, очень такой, ну, позитивный, очень активный и очень инициативный, да, а я наоборот, я все время вечно сомневающаяся, я вечно такая боющаяся ошибиться, и это самое, вот мы друг друга очень хорошо уравновешены. Сказать, что вот прям, ок, это конкретный недостаток, его или мой, я не могу, просто наше качество характера дополняет друг друга, да, его активность тормозится моей, да, какой-то вот этими моими сомнениями, опасениями, я вот часто говорю, ну, подожди, 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 не беги, давай, 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 давай еще подумаем, давай еще подумаем, да, и вот эти мои сомнения, они часто вот именно срабатывают на пользу, и в то же время и наоборот бывает, я порой в этих сомнениях застрию, да, так долго, что вот мне уже бы надо бы действовать, я все еще никак решения не приму, и тогда вот приходит вот эта активность мужа, он говорит, ладно, все, поехали, взял ответственность, сделали. Ну, в общем, я говорю о том, что все мы просто люди, да, и у нас есть разные качества характера, и все их Бог использует это. Когда и от чего меня Бог захочет избавлять, я не знаю, но я думаю, что я почувствую, потому что даются ситуации в жизни, и я в соответствии с ситуациями поступаю сегодня. Ну, что, вот я сегодня прям, даже если честно, да, я сегодня своим мужу и дочери сказала, слушайте, ну, скажите мне, пожалуйста, какое качество характера у меня, это такое самое вопиющее, какой вот недостаток самый вопиющий, с которым вот, ну, вы бы мне сказали, что мне нужно работать, прям это, они засмеялись, сказали, скромность, да, и это, и недостовучесть. Вот, ну, я от них отстала сразу, застала, все, поняла, хорошо, я вас больше доставать не буду, а вот, ну, они посмеялись, сказали, ты идеальна. Конечно, я не идеальна, и, конечно, я не знаю, стану я когда-то вообще этот, и у меня, собственно говоря, и нету цели такой, да, есть, вот, есть направление, как у нас говорится, да, в Бальдинаде 12, в том, что мы стремимся к идеалам, установленным, к целям, установленным нами Богом. Вот я туда смотрю, и я в ту сторону иду. Достигну ли я когда-то? Вряд ли, но я, сам, моя задача падать в нужном направлении, спотыкаемся и падаем, спотыкаемся и падаем. Я все время буду падать, да, я, этот, у меня же, как это, лыжи маслом намазанные, да, и я все, все время несусь на своих недостатках с горы. Вот, когда успеваю палки ставить по молитву, стой, господи, стой, постанови меня, пожалуйста. Но все равно эти недостатки все со мной. Вот, единственное, что они сегодня перестали быть доминирующими, и я сегодня четко знаю, да, когда я наполнена Богом, наполнена любовью, то мои недостатки ведут себя тихо. Мои недостатки, они работают на единственном топливе, да, они работают на страхе, мамы. И вот, когда мне страшно, тогда включаются все мои недостатки. Они прям букетом и веером тут же, да, значит, мне нужно остановиться и позвать Бога. Где есть страх, там нет Бога. Поэтому я зову Бога, и Бог дает мне сил поступать по-новому, поступать по-другому, естественно, открыто, с любовью. И я, наверное, на этом закончу. Если будут какие-то вопросы, с удовольствием на них отвечу. Ага, спасибо большое, Таня, за спикерскую. Вообще обалденно. Ты, по-моему, сейчас рассказала про шестой и седьмой шаги намного больше, чем об этом написано в нашей литературе. И это клево. У меня тоже был опыт такой, что я, честно говоря, вот эти вот шестые и седьмые шаги, ну да, сделали мы там вот эту атрибутику со спонсором, ну и дальше, как бы, и все. И я никогда бы не подумал, что у них есть какая-то глубина. Вот пока одну спикерскую у него слышал, чувака там из Америки, который, ну вот, рассказывал свой какой-то подход к этим шестым и седьмым шагам, и меня он заинтересовал. И, ну, правда, что недостатки есть, которые мне мешают быть полезным, которые мне, вроде бы как, и не сильно мешают. Вот. Интересная вообще тема. Гена поставил единички. Пожалуйста, Гена, вопрос или высказывание? Да, спасибо, Таня, за твой опыт. Очень интересно, очень поучительно. Я лично много лет, даже когда уже находясь в программе и идя по шагам и пройдя, как бы, шаги со спонсором в первый раз. То есть я вот этот момент недостатков как-то, ну, не отловил. И я никогда их не выписывал, я никогда на них не фиксировал свое внимание. Мне, в принципе, было достаточно того, как мне объяснил спонсор, что, ну, в принципе, как в нашей большой книге сказано, да, ты молись, чтобы Бог избавил нас от тех недостатков, которые мешают мне быть полезным для высшей силы и для других. Молитва седьмого шага, она для меня обязательна, ежедневна, в течение уже, в течение всего времени, как я стал работать по шагам. Я молюсь, и, в принципе, как бы вот, ну, до недавнего прошлого я не фиксировался на каких-то прямо вот недостатках, не искал их себе, не прописывал, но удивительным образом изменения все равно происходят. То есть проходит время, и я вдруг замечаю, что что-то ушло, что-то стало меньше, гордыня чуть-чуть пригнулась. Хотелось бы, конечно, пригнуть ее побольше, но всему свое время, наверное. Вот. Что-то происходит, что-то происходит, даже независимо от того, насколько я вникаю в этот вопрос. То есть и на самом деле это удивительно. Это удивительно, что просто молитва о том, чтобы меня избавили, да, ну, наверное, не только эта молитва, наверное, просто весь процесс нахождения в программе, служения, другие молитвы, помощь другим. Наверное, все это работает в комплексе. Не наверное, а безусловно. И вот есть очень много недостатков у меня, о которых, в принципе, на наших собраниях мы не говорим. То есть мы говорим о каких-то, у нас бывают темы по недостаткам, да, там, гордыня, страх, ряд таких недостатков, ну, таких крупных, явных и общих, можно сказать, для всех. Но мне лично очень помогает в моей жизни это то, что я вот участвую, по возможности активно участвую в деятельности другого сообщества, параллельного сообщества кода созависимости. И там об этом говорится больше. Там больше таких вот нюансиков, больше чувств, больше эти темы контроля, границ. И там я больше раскрываю этих недостатков для себя. И вот у меня, ну, такой вот, как бы, может быть, вопрос, да. Есть мнение, что если ты работаешь по 12 шагам, допустим, как я, моя база база да, она не меня укололит, то мог все равно сделать работу. Я буду помогать им в каких-то других параллельных 12-шаговых программах. Но я участвую, и мне это помогает. Каково твое отношение? Ты так вкратце упомянула про ВДА. Участвуешь ли ты, и как ты это видишь? Спасибо. Спасибо за вопрос, Ген. Да, я на самом деле еще на первом году своей трезвости, я помню, я пришла к спонсору и сказала, я же жена алкоголика, я дочь алкоголика, мне, наверное, надо еще идти в ВДА, мне, наверное, надо идти в Аланон и куда-то это. Она, стоп, 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 подожди, давай сначала решим проблему, которая тебя убивает, да, потом ты, вот, потом ты решишь, куда тебе еще нужно идти. И мы все-таки сделали 12 шагов, ну, сделали как-то. Их невозможно сделать, да, то есть, ну, как буквы выучили, да, потом научусь читать до сих пор. Так вот, вот этот первый круг шагов, первая, знаете, ознакомительная программа 12 шагов анонимных алкоголиков, и потом она мне сказала, если ты считаешь, ну, если тебе есть необходимость какая-то, ты можешь обратиться, конечно, и туда, и туда, и туда. И какое-то время мне не было необходимости, мне было нормально, я там, ну, шаги, традиции, анонимные алкоголики мне давали в полной мере. А потом я увидела, что я все больше в четвертом шаге у меня нет там уже людей, скажем так, с улицы посторонних, у меня там только муж, да, и там мама где-то, и, в общем, и это пришло к тому, что спонсорный споттань, возможно, тебе нужно обратиться в Алланон. И я так и сделала, я обратилась за помощью, и у меня есть, ну, можно сказать, да, спонсор, но спонсор в Алланоне, я не делала там каких-то там, ну, шагов как таковых, потому что спонсор мне моя-то в Алланоне, она сказала, Танечка, у тебя есть все, что тебе нужно для духовного роста, большая книга анонимных алкоголиков, я не открою тебе здесь никаких таких сверхтайн, да, потому что программа Алланона, она здесь ждется точно на том же, на чем и программа AA, да, моя проблема эбицентризм, и мы работаем на его умаление нашего собственного эго, других проблем у нас нет, и поэтому она говорит, делай, продолжай делать то, что ты делаешь, да, ну, и максимум я вот, я обращаюсь к ней там за обратной связью, когда в каких-то ситуациях я там не могу увидеть свое или просто, ну, просто мне нужна помощь, чтобы разобраться. Скажем так, да, мне, я обращаюсь за помощью в другие сообщества, другое сообщество в одно, вот, ну, это так, точечное, скажем так, обращение, вот, сегодня я знаю, что, я знаю, где искать проблемы, понимаете, их не прибавилось, в моей жизни проблем не прибавляется, она как была внутри меня, в моей себе лидии, в эгоцентризме, она такая и есть, и она такой же будет через 20 лет, я могу искать, были легкие, удобные пути, сколько угодно, но все равно это придет к тому, что мне придется идти к Богу и просить, чтобы он уменьшил меня, потому что, если меня что-то задевает, значит, я где-то выпираю, да, поэтому, Танечка, иди уменьшайся, говорит мне, что одно, что спонсор в одном сообществе или в другом, говорят в одно и то же, иди и уменьшайся в размерах, тебе станет легче и проще жить, вот кем и занимаюсь. Спасибо, Таня, записал, иди и уменьшайся, здорово. Спасибо, я пока единичек нет, наверное, воспользуюсь и сам тоже немножко влезу в дискуссию, вот, у меня такой опыт, да, вот с этими недостатками или там, как их называют, дефектами характера, то есть, нет, они не ушли в ноль, это неправда, вот, но с другой стороны было бы полным враньем сказать, что их у меня осталось столько же, сколько было восемь лет назад, вот, то есть, тренд явно в лучшую сторону, вот просто от постоянной практики, там, 10-11 шагов работы с другими алкоголиками, походов на группу, не знаю, может быть от этого, может быть не от этого, может, если бы я ни хрена этого не делал, то было бы то же самое, не знаю, не пробовал, вот, но, честно, вот, если раньше, когда я начинал делать десятку, я ее делал прямо, ну, раз, наверное, по 5-10 в день, вот, потом в неделю, вот, сейчас у меня бывает так, что я неделю ее не делаю, не потому, что я ленивая, а потому, что мне не с чего ее делать, то есть, я стал помнить те дни, когда я делал десятку, вот, вот, позавчера я ее делал, потому, что у меня, ну, было явное, вот, проявление десятки, вот, и вот, как, ну, как бы, да, понятно, что, когда, ну, возникает какой-то раздражающий фактор, там, я веду себя, ну, так, как я себя веду, вот, потом я об этом жалею, там, молюсь, не знаю, обсуждаю, размещаю ущерб, вот, так же точно я понимаю, ну, как, да, вот это вот, ну, вряд ли наступит какой-то период, там, в год, когда у меня не будет, там, ни одной десятки, вот, так, стоит ли мне сидеть и ковырять это в себе, вот так вот выколупывать, типа, вот тут вот я хотел соврать, но не соврал, но все равно же, значит, вранье-то во мне есть, вот, вот Боже, избавь меня от этих, даже вот позывов ковранью, чтобы я даже не думал о том, что я там собираюсь соврать, ну, блин, не вру я, вот, да, у меня бывает это желание, но не вру, вот, я в прошлом году соврал один раз налоговому инспектору, когда он мне позвонил, вот, я очень об этом жалел, ну, правда, серьезно, и я этот день помню, я потом на группу пришел и поделился, вот этим, вот, 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 и вот, Тань, хочу, ну, не знаю, твой комментарий услышать, если не будет тебе трудно, нет ли вот такого ощущения, что превращается эта практика по шестому и седьмому шагу в рамках там вечерней части одиннадцатого шага или за ее рамками, в какую-то борьбу с ветряными мельницами, что может быть и не с чем уже бороться, и как бы, ну, вот тот уровень, грубо говоря, недостатков, которые остались в организме, он уже ниже критичного и лучше сосредоточиться на чем-то более полезном, вот, вот что ты на эту тему думаешь? Веселил меня. Ну, с одной стороны, да, мне в самом начале тоже, я вот задавала подобный вопрос, я помню, после спикерской, еще там на первом году выздоровления, я прям тоже так дотошна, а вот это вот, вот там вот, а под этим там, под слоем этих недостатков лежит еще там потайные смыслы во всем искала, да, на что мне спикер тогда сказал, не надо быть цветее, чем папа римский, да, вот, и я так и отвечаю, ну, и я для себя это всегда себе напоминаю, когда вот этот вот перфекционизм лезет, да, да не стану я святее, и крылья у меня не вырастут, ну, на самом деле, здесь же речь идет о том, чтобы я хотя бы перестала расталкивать локтями окружающих, хотя бы перестала ногами пинать тех, кто упал, да, ну, ведь у меня же раньше не было этих вот, ну, не было ни инструментов, ни возможностей, ничего, я, блин, человек подскользнулся, упал, а я еще и плюнула, рядом, да, или скажу, а сам виноват, да, вот так вот, вот про эти вещи, они были, ну, возможно, ну, и все это было присыпано, там, я не знаю, каким-нибудь праведным, праведным гневом, там, или какой-нибудь, ну, всегда красивый конфетку я оборачивала свои недостатки, то есть сам виноват, и сегодня, я не знаю, я не докапываюсь вот так вот прямо с этой, да, я делаю ежевечерний одиннадцатый шаг, я делаю его письменно, да, у меня есть дисциплинин, дисциплинирующий фактор, я отправляю фотографию спонсору, да, честно скажу, я не знаю, делала бы я ли это я письменно, и будь вот, и вот не было бы такой, ну, у меня, это, это для меня это подспорье, да, это не контролирующая вещь, это, наоборот, такая помощь, не, я очень благодарна своему спонсору за то, что он мне сказал, Танечка, вечером просто присылай мне фотографии, это меня очень дисциплинирует, потому что, ну, я по-другому не буду, я, может быть, недельку продержусь, а на второй недельке это будет через день, а потом я забуду, где моя тетрадь вообще и как она выглядит, вот, так что, я не, ну, не лезу туда с лопатой, мне хватает поверхности, честно, вот, уже того, что я сегодня была, ну, не была злобной и была честной, этого достаточно, чтобы, по крайней мере, посмотреть, что я на правильном пути, то есть, я не ищу святости, я ищу хотя бы, ну, я говорю, нормы не существуют, где эта норма, да, ну, мне все время, часто спонсористы звонят и говорят, Таня, а это нормально? Да нет, нормы никакой, нормы нет, ее не существует, мы просто идем в сторону света, и все, я буду спотыкаться и падать, я не стану святой никогда, тут у меня, я не обольщаюсь по этому поводу, и мысли у меня бывают грязными, и бывают, ну, какие грязные, ну, не то, что даже грязные, это так тоже пафосно, да, но не всегда я думаю о возвышенном, я всегда, не всегда я мечтаю, там, вот этими высокими материями, нет, я просто человек, я простой человек, самый обыкновенный, и какой меня хочет видеть Бог, да, радостной, счастливой, свободной, я говорю, я когда не знаю, да, как поступить, я говорю, Господи, какой ты хочешь видеть меня, там, дочерью, мамой, и так далее, мне не хочется звонить маме, да, я говорю, Господи, какой ты хочешь видеть меня, ну, наверное, да, внимательной дочери, позвони на одну минуту, просто спроси, мам, как у тебя дела, и все, и я же чувствую себя потом волшебно, вот после одного простого действия, а могу сидеть и себя гнаить, вот, я плохая дочь, я уже неделю не звонила, и тра-та-та, и так сажу себя, ничего не сделав, а могу взять в действие, сказать, Господи, помоги-то мне позвонить маме, позвонить и спроси, очень просто все, святой я не стану, и моих недостатков хватит до конца дней моих, в этом я не сомневаюсь, я не обольщаюсь, поэтому святей, святых не буду, а то, что могу увидеть, и то, что могу исправить, я стараюсь это делать, потому что, блин, они растут, вот недостатки, они собаки, как бурьян в огороде, они растут сами, их даже поливать не надо, им солнце не нужно, им ничего, это какие-то мои хорошие качества, вот за ними надо ухаживать, тепличные условия создавать, не дышите, чтоб там давление, чтоб водичка, чтоб дождик вовремя, да, вот это вот мою доброту так надо, или честность, но и так надо взращивать, вот моя лживость растет сама, вот не успеешь оглянуться, она по пояс, да, и так далее, поэтому, вот, поэтому мне все равно надо каждый раз про полку сада делать, и огородов, потому как оно растет, но для меня это привычно, вот так. Спасибо, Таня, большое за ответ, вот у нас есть еще желающий высказаться, это, видимо, Сергей, да, или Серхиоэма, это кто? Тук-тук, я включаю звук. Я уже Вадик сам включил, спасибо. Ага, да, вот ты и привет. Привет, у меня камера, к сожалению, не работает, так опять хотел бородусу показать, бороду эту отрушиваю, ну, да и ладно, значит, не судьба, значит, видимо, сбрею, потом покажусь, не работает у меня камера, и все, и главное. Танюш, спасибо большое тебе за спикерскую, Вадик, ты организовал, вот, а Гена еще вел, да, там, молодцы все ребята, я вас просто люблю, вот, тут группа прошла у меня, историю, знаете, как вспомнил историю, очень хорошо, да, напоминание историй, когда были такие моменты, когда я приходил на группу, зажигал свечу, открывал книгу, и ждал, когда кто-нибудь придет. Я не знаю, сколько таких дней у меня было, я не считал, мне же не задача это считать, в общем-то, сколько дней я там провел группу в одиночестве, и суть, неважно, главное, люди приходили, уходили, приходили, уходили, постоянно кто-то там приходил, ну, так или иначе, я читал, проводил, и в итоге, когда-то разочаровывался, когда-то что-то происходило, где-то я клял себя, что, может быть, я что-то не так сделал, и всегда была попытка что-то объяснить, вы знаете, вот самая удивительная вещь, это даже не вопрос, как бы, да, тоже об этом примерно, всегда что-то нужно объяснить, вы знаете, вот это самая страшная вещь, когда что-то нужно объяснить, вот, наверное, пожалуй, один из самых больших недостатков, мне обязательно что-то нужно объяснить, когда я что-то делаю, когда я чего-то не делаю, когда я чего-то хочу, когда я не хочу, и мне всегда, обязательно нужно объяснение дать этому, понимаете, Вот это вот страшная вещь на самом деле. Это как будто расписаться в собственном неумении или чувство вины как-то свое. И вот эта вот ситуация всегда напрягает. То есть осадок какой-то остается, как про эти ложечки, знаете, которые вроде бы и нашлись ложечки, осадок остается. То есть вот эта попытка оправдать самому себе какие-то свои собственные действия, или сомнения, или еще что-то. И вот эта вот вещь. В молитве пожилого человека это как раз и звучит в самой фразе, когда «Господи, ты лучше меня знаешь, что я скоро состарюсь, освободи меня от рокового обыкновения, думать, что я обязан по любому поводу что-то сказать». Вот эта вот вещь такая. А что сказать? То есть я никому не обязан ничего вокруг говорить, в том числе даже себе ничего не нужно объяснять. Вот как Вадик сказал, просто жить. Когда же я наконец начну просто жить без всяких объяснений кому-то чего-то. Вот это вот удивительная вещь. Это, наверное, как бы то, что в шестом шаге интегрируется. Шестой шаг, еще там два или три абзаца всего в синей книге-то большой. Вот. И вот когда вот подхожу к шестому шагу, думаю, ух ты, а я ведь и четверку сделал, и пятерку рассказал все о четверке. Да, и вроде как оно не должно меня настигнуть. Оно бахме нахлобучило через десять лет. Представляете? Раз снова нахлобучило. То есть я вроде бы сделал. Какой-то резервинг возвращается или еще что-то. На самом деле мне не обещано, что я забуду свою историю. И вот тут приходит удивительная вещь на самом деле. Мне очень важно научиться обращаться с моей историей. Не просто обращаться, а мирно сосуществовать. То есть и эта история, вот я вот сейчас смотрю Хисторий канал. Мне больше всех нравится Хисторий канал. Я другие не смотрю больше никакие. Только один вот этот. Интересно, что я вдруг начинаю какие-то вещи удивительные про разных людей. Тут недавно зацепился, на работу идти надо. А я второй час сижу про Наполеона смотрю этот Хисторий. Понимаете? Про Бонапарта. Какой он гений был. Ну как бы интересно. Вот это все его переживания. Историки рассказывают. И все. Я весь захваченный весь. Ну потом пошел на работу. Все равно я работу свою сделал, выполнил. Вот никуда она не убежала. Она же не волк. В лес не убежит. Объясняю. И вот это на самом деле здорово, что смиренно с миром в душе. То есть смиренно мир. То есть мне это не нужно даже объяснять. Он вдруг. Вот знаете, как первый шаг. Вдруг какое-то прояснение. Я захотел жить. Меня слышно? Я не пропадаю в адеквате. Нет? Слышно? Тебя слышно? Пропадают отдельные буквы, но слова разборчивые. У меня такая связь еще. Ну так вот. Я говорю, вот когда вот это жить, это вот не суетиться. А мир вот этот, он вдруг раз и есть. И мне не нужно объяснять, почему он есть. Он есть, он появился просто. Это вот как чудо. Вот как вот свет, возникший, когда бил там, да, вдруг свет яркий там ослепил, да, и он услышал этот голос, да, вот что-то там про Бога. Помните там, в большой книге там? Да, ну вот что-то такое. И вот он есть, и мне не нужно объяснять. Это вот как дерево. Оно росло, 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 росло. И я не видел, как оно растет. Я же не видел, как оно растет, а оно раз и выросло. И я даже не заметил, что оно выросло, оно уже огромное. Я его просто ходил и поливал, культивировал землю вокруг, там, рыхлил, там, что-то делал, там, копался, делал. И не ждал никакого там, то есть я же не поставил себе цель, что дерево обязательно должно вырасти там 2 метра, там, или там 5 метров, там, 40 сантиметров. Все. Ну, растет и растет, и поливаю, там, что-то делаю. А что там дальше двигается? И вот это вот желание быть полезным, да. Я вдруг зациклюсь на этом желании быть полезным, быть полезным. Но я никогда не буду полезным до тех пор, пока я буду об этом думать. Понимаете? В общем, польза это же на самом деле, это движение, вот оно вот есть, я пошел, делаю что-то. И я не могу объяснить, как я могу быть полезным. То есть в какой-то нужный момент времени я буду полезным. Но когда я буду об этом знать, я уже бесполезен. Вот интересный такой момент. Вот я узнал, что я полезен, и это разрушило все, что я хотел, чтобы было от меня. Вот вся польза, она как будто крах получается. То есть деструкция какая-то внутренняя пошла, разрушение. И странно, но меня это не убивает теперь. И вдруг мне становится смешно, как мой наставник смеялся. Его уже нет с нами давно, но когда он рассказывал историю, когда он говорит, я хочу умереть таким образом, чтобы меня зарезал ревнивый муж. Понимаете? То есть хочу быть зарезанным ревнивым мужем. Вот. И при этом потом смеялся весело. Ну, мы все смеялись. Ну, веселая история. Только подлинности я ее не знал в какой-то момент времени. Я потом узнал, оказывается, он получил там два пожизненных срока за то, что убил полицейского из ревности. Под наркотой был еще. Понимаете? Вот. Ну, и освободили его по УДО. Вот. Потому что он, в общем-то, именно в анонимной алкоголике пошел и стал активным членом. Эй. И стал именно вот. Вот такая вот история. И видите, представляете, оказывается, это искупление. Есть некоторые вещи, с которыми приходится жить всю жизнь. А когда смеешься над этим, оно вроде бы как бы и с миром в душе. Понимаете? Потому что на самом деле я уже подружился со своей историей. Теперь мне подружиться осталось со своим постоянным мнением сегодняшним. У меня всегда есть на какой-то определенной вещи свое мнение. И вот мне осталось научиться уважать свое мнение. А уважать свое мнение – это заткнуть его подальше. И доставать иногда, а иногда изредка. А оно как бы не нужно мне сейчас. Соответственно, мне и не нужно объяснять. Раз его нету рядом. Какое, Серега, у тебя мнение на сегодня? А подождите, у меня оно в сундуке закрыто. Сейчас я пойду. Ах, ты ключ потерял. Понимаете? Вот засада какая. Я потом найду ключ, открою, скажу вам свое мнение. Понимаете? Вот такой интересный момент. Ну, спасибо, Танюш, спасибо. Прямо всколыхнуло как-то внутренности все это. Спасибо, ребята. Спасибо, Сергей. Спасибо, Сергей, за высказывание. У нас Лера, наша макинская гостья, хочет тоже что-то сказать. Привет, ребят. Я так рада, что у меня сегодня Бог вот так вот радует, радует, работает. Удивительно то, что нужно. Всегда он прям, я не знаю, как на руках преподносит. Я как раз была в каком-то таком состоянии, и слушая Таню, спасибо большое, слушая Таню, вдруг у меня, именно на эту ситуацию, именно вот здесь и сейчас, происходит как раз ответы. А это так удивительно. Я нахожусь тут между трех поколений, да, и как-то это все, ну, в общем, мир-то есть, смирение есть, но планеты разные, да. Это так интересно. Еще маленькая планета родилась, внученька ей 10-11 дней. Вот, и слушая Таню, думаю, ну вот надо тебе именно сегодня. Все отвечает, Бог отвечает. Я удивлена и приятно, приятно удивлена, полезна. Таня, еще раз благодарность. Вот, вот, жизненно и ювелирно, и как-то очень тонко разложено. Для меня вот эти вот шестые и седьмые, для меня были они удивительно опять, вот, наверное, как проявления какие-то опять, новое что-то с шестыми, седьмыми шагами. Вот, спасибо. И я очень рада увидеть ребят, поблагодарить всех, кто здесь, кого я вижу, и Сережу услышать в Новосибирске, не знаю сейчас, где ты, Сергей, Новосибирский ли, вот, Вадим, всех-всех, вот, и Гена здесь, я очень благодарна вам. Влад, Алексей, Тань, прям хотелось бы низкий женский такой поклон выразить тебе, программе, Богу. Я сегодня, ребята, представляете, на траву, там травка есть, и у меня минут так мало, да, уединения. Я на эту траву так припала, по-своему, как я молюсь, вот, на коленях, так вот, как гимнастика, как-то так, в траву уткнулась летнюю, так хорошо стало. А сейчас вышло на вас, это еще больше, и как, как сейчас Татьяна говорила, вот это вот, у алкоголика вот эта гонка за удовольствиями, да, и мне прям так хорошо с вами, и я, я счастлива, ребят. Прям с меня сейчас вот этот трудовой пот, как-то он прям мирным стал. Спасибо, спасибо большое, всего доброго. Спасибо, Леша. Спасибо тебе большое, Лера. Так, ну, кто у нас, коллеги, еще остался? Вот, Алексей и Влад, желаете ли что-то добавить к тому, что уже было сказано на тему шестого-седьмого шага, или, может, какой-то вопрос задать? Не желают. Вот, ну, тогда свободный микрофон, можно без единичек, кто что желает добавить, перед тем, как мы закроемся. Нет желающих. Тогда я останавливаю запись. Спасибо. 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 Спасибо.